Дорогие мастера, всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить на одну очередь. Вообще не то. Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и у нас одна очень интересная тема. Мы с вами будем говорить о страхах. Что такое страх и как его преодолеть. Первое видео, которое мы рассмотрим, это будет... Это что такое? Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и мое новое видео о страхах, о том, как перестать бояться. Выйдет три видео, которые будут посвящены этой теме. Первое, это страх начинающего мастера. Второе видео, это страхи практикующих мастеров. И третье видео, это страх и неуверенность, и как их преодолеть. Эти темы и вообще это видео вдохновило меня после того, как я решила создать международный чемпионат. Начали поступать сообщения девочек о том, что вы боитесь участвовать, о том, что вы где-то боитесь наращивать. То есть у вас есть конкретная проблема, это ваш страх. Я тоже переживаю, но я не боюсь. И я хочу научить и призвать вас к тому же, чтобы вы начали действовать. Итак, первая тема, которую мы сейчас с вами рассмотрим, это страх начинающего мастера. Давайте так и пропишем. Страх начинающего мастера. И тут сразу очень много эмоций, потому что вы должны вообще понимать, что такое страх. Страх это боязнь человека. Кто-то боится летать, кто-то боится собак. То есть у каждого есть страх, но это колоссальный барьер. Вам необходимо сначала признать то, что вы боитесь, и тогда освободится ваш мозг и начнет думать немного по-другому. Дайте себе возможность признать то, что вы действительно боитесь наращивать. У вас есть желание, но у вас также есть этот барьер. И тогда я вам сейчас по пунктам распишу, как перестать этого бояться. Как начать свой путь? Для этого вам необходимо выбрать преподавателя. В первую очередь вам нужно сходить на качественные курсы, найти своего вдохновителя. Не того человека, который в первую же очередь скажет, что у вас там криво растут руки, либо вы ничего не можете. Так может сказать только тот человек, который не умеет обучить. Поэтому выбирайте всегда качественные курсы, и у вас будет уверенность. Я рекомендую вам приходить на курсы в мою студию, где я с уверенностью могу сказать, что после них сможет работать даже самый неуверенный человек. Возможно, даже сейчас вы сидите, смотрите видео, и вы понимаете, что у вас есть желание, но вы за что-то переживаете. Не переживайте и не бойтесь. В первую очередь вам нужно начать. Начинаем свой путь, и мы начинаем работать. Начинаем. Далее вы начнете сталкиваться уже с немного другими моментами. Давайте представим ситуацию. Вы сходили на курс, научились. Рядом с вами был преподаватель, который постоянно помогал, ставил ручку, рекомендовал вам, что нужно сделать так, либо нужно сделать так. Вы закончили свои курсы, приходите домой, сели. Половина информации вылетела у вас из головы. Половину информации вы еще будете изучать на пути становления вас как мастера. Но самое важное, вы должны точно для себя определить, что вам необходимо делать. И первое, с чем вы столкнетесь, это где найти своего клиента. Обязательно я бы вам рекомендовала выбирать кого-то из своих родственников, потому что вы будете первое время очень переживать. Подсказать некому. Вы сидите сами за кушеткой. Пришел какой-то посторонний, чужой человек, и вы боитесь даже нормально наладить с ним общение. Давайте сейчас возьмем сюда пункт общения. Потому что одним из барьеров, это может быть ваш страх, просто найти какой-то общий язык, психологический подход к вашему клиенту. Пришел клиент, я рекомендую всегда смотреть в зону между глаз. То есть зона переносицы является самой комфортной зоной для общения. Вообще с каждым человеком мы общаемся, и когда разговариваем, смотрим ему в глаза. Потому что на лице самая черная точка зрачок, которая просто призывает взглядом смотреть друг на друга. Если вы обращали внимание, на лице может быть, например, черная родинка, тогда ваш акцент будет немножко глаз уходить на эту родинку. Но все же вы стараетесь всегда наладить визуальный контакт. Следующий момент при общении, это я бы вам рекомендовала все-таки начинать с своих родственников. То есть либо это будет ваша мама, либо это будет ваша сестра, ваша близкая лучшая подружка, те люди, которые не будут вас торопить. Вы в первый раз свой садитесь за кушетку, либо это может быть даже кровать, если у вас нет возможности приобрести кушетку. Хотя могу вам сказать, что вход на самом деле в мир ресниц не является слишком затратным. Поэтому каждый мастер может просчитать, сделать для себя небольшой план и понимать, в какой бюджет он может рассчитывать для того, чтобы организовать для себя рабочее место. Но это немного другая тема. Сегодня у нас тема страхи. Давайте научимся общаться с нашими клиентами. Итак, первое, что необходимо вам спросить, это как привык краситься клиент. То есть насколько ярко насыщенно. От этого вы будете знать, какую толщину подобрать ему ресниц. То есть более поплотнее реснички, либо немного потоньше. Также вы посмотрите на структуру его ресниц. Старайтесь не слишком вести длинные беседы со своими клиентами, потому что они вас будут отвлекать от работы. То есть ваш разговор должен заключаться именно в целенаправленных рабочих моментах. Это очень важно. Итак, давайте теперь вернемся к ситуации. Представим, что вы сели работать, к вам на кушетку легла ваша мама, либо ваша подружка, и вы не переживаете. Вы не будете никуда торопиться. Вы будете знать, что даже если вы поставили свои первые ресницы, вдруг зазвонил где-то там, не знаю, домофон нужно открыть, вы будете иметь возможность пойти открыть спокойно. Это на этапе старта. Вы не будете переживать, что если вы вдруг зафиксировали не так ресницу, и ей не понравится, вам устроят грандиозную истерику. Поэтому я бы рекомендовала на начальном этапе обязательно начинать работать со своими знакомыми, но не приучать их к тому, что это будет бесплатно на постоянной основе, либо вы готовы так постоянно работать. То есть бесплатно вы можете поработать со своими самыми близкими родственниками, либо это самые первые ваши работы. Затем обязательно необходимо брать стоимость за оплату хотя бы материалов. Я вам рекомендую так сделать с ближайшими 10 вашими клиентами. Затем вам уже необходимо ставить выше цену. Почему? Потому что с каждым клиентом у вас будет расти все больше уверенности. Итак, возвращаемся к тому, что первое, что мы сделали, это мы выбрали преподавателя и пошли на качественные курсы. Второе, что необходимо нам сделать, это наладить общение с нашим клиентом. А для этого вам поможет ваши первые клиенты в качестве подружек, либо знакомых, людей, которые будут вам близкими. Следующее, с чем вы можете столкнуться, теперь представляем ситуацию, что все, мы уже поработали с нашими мамой, там и сестру взяли, у нас появились первые навыки, у нас немножко появилась уверенность, потому что поверьте, с каждой работой у вас качество работы будет улучшаться. С каждой работой у вас будет улучшаться скорость и у вас будет улучшаться качество работы. После третьей работы вы уже будете совсем на наращивание ресниц смотреть по-другому. Идем дальше. После того, как мы начали работать, привыкли уже к общению с нашим клиентом, у нас появляется страх, что мы медленно работаем, страх времени. Как это преодолеть и что с этим делать? Конечно, одно из немаловажных будет, это материалы, которые вы выберете. Я рекомендую свою торговую марку Тошута. Наши менеджеры всегда дадут качественную рекомендацию любому мастеру, что подобрать для себя. Страх времени и как над этим необходимо работать. Начинающим мастерам я всегда рекомендую работать в технике каркас. Если вы даже будете видеть, что вы не успеваете по времени и у вас будет неполная заполняемость ресниц, я могу вам сказать, что 80% ресниц это абсолютно достаточное количество для того, чтобы визуально глаз смотрелся завершенным. Поэтому, моя рекомендация, работайте в технике каркаса, ставьте для себя тайминги, то есть ставьте для себя таймер, засекайте и смотрите, сколько вы по времени работаете с одной или другой зоной. Ставьте таймер на 15 минут, либо на 30 минут. Когда у вас пришли эти 15-30 минут, вы визуально оцените, какое количество ресниц вы проработали. Возможно, вам необходимо будет перейти на следующий глаз, также проработать 30 минут, затем вернуться на предыдущий глаз, опять проработать 30 минут, и еще 30 минут уделить второму глазу. То есть работайте как бы каркасом и по очереди. В дополняемости по 30 минут ставьте для себя такой таймер. Одна еще из рекомендаций это много тренироваться. Снимайте ресницы, ставьте на спонж, берите тренировочные коврики. Ушел клиент, опять берите ресницы, опять пробуйте снимать их и ставить, снимать и ставить. Привыкайте к работе с материалом и привыкайте к клею, которому вы работаете. Потому что у вас развивается такое, как интуитивное уже общение с вашими материалами. Это вы будете чувствовать их где-то внутренне. Ну вот, я чувствую это внутренним состоянием, как работает мой клей. То есть я сразу чувствую, что что-то поменялось, например, если он меня не слушается. Это уже какие-то внутренние ощущения. А именно если вы начинаете формировать там пучочки, потому что начинающий мастер может освоить для себя легкие объемы, то есть классическое наращивание, либо объемы такие воздушные, как 2-3. И если у вас проблемы именно с пучками, вы тем более должны намного больше тренироваться. Сели, ставите пучочки, делаете заготовки. На заготовках тоже можно работать, но это немного другая тема. Один из важных моментов это во времени будет заключаться в том, что вы ведете разговоры со своим клиентом. Но я не могу вам категорично сказать, что нельзя вести разговоры, потому что это мешает работе, будет печь в глаз и тому подобное. Для начинающего мастера найти психологический подход и точку соприкосновения со своим клиентом именно и будет заключаться в разговоре. Поэтому исключить полностью разговоры, к сожалению, у вас не получится. Если вы хотите, чтобы к вам возвращались клиенты, вы должны его немножечко почувствовать, вы должны наладить с ним этот контакт. Просто ищите баланс. Если вы видите, что клиент слишком много разговаривает, у него очень шевелится глаз, он прям вам мешает, тогда действительно нужно необходимо немножечко сократить разговоры с вашим клиентом. Если же вы видите, что у клиента спокойная мимика, он тихонько лежит, у него монотонный разговор, и он вам при этом не мешает работать, тогда разговор, в принципе, можно оставить. Но моя рекомендация найти баланс между первым и вторым, наладить разговор с вашим клиентом, чтобы был возврат клиента, и в то же время сделать так, чтобы он по времени не мешал вам работать. Если вы знаете, что у вас очень затягивается время, я бы вам рекомендовала пробовать работы сначала начинать с одним глазиком и потом переходить на второй. Потому что, если вы долго работаете, например, это нормально, это абсолютная норма для начинающего мастера работать, например, в классике 3 часа. Почему? Вы должны понимать, что с каждой работой вы будете ускоряться. Это процесс, это ступенечка, которую вы не можете перепрыгнуть. Вам обязательно нужно ее пройти. Поверьте, я когда начинала работать, я сталкивалась со всеми этими пунктами, о которых сейчас говорю. Я тоже работала медленно, мне тоже хотелось ускорить, у меня не получалось делать так пучки, как мне хотелось. Но в итоге я пришла к тем результатам, которые на данный момент меня устраивают. Единственное, что я никогда не останавливаюсь на достигнутом, чего я рекомендую и вам. Итак, пункт «Время» мы оставляем в прошлом, потому что я надеюсь, что теперь вы не будете переживать за свое время. Вы приобретете уверенность в том, что со временем обязательно у вас все наладится. Если не наладится, приходите к нам на семинары. Мы обязательно поможем найти те недостающие компоненты, которые где-то вас тормозят. Идем дальше. Мы поработали с нашими самыми близкими родственниками. Немножко пораскинули мозгами над тем, что надо ускоряться по времени, но у нас уже появилось желание попробовать поработать с первым клиентом. И тут получается загвоздка. Где его искать? Где его найти? Что делать? Если я вам скажу, что обращайтесь сразу в социальные сети, создавайте инстаграм-страницу и все хорошо, это все круто, но это вам на перспективу, на будущее. Если вы хотите найти клиента именно сейчас, вам необходимо быть коммуникабельным. коммуникабельным, очень общительным и социализированным. Что это означает? Вы должны найти контакт с окружающими вас людьми. Это очень-очень важно. Поэтому вы можете для себя сделать какие-то небольшие визиточки, небольшие флайера. И когда вы гуляете где-то на улице, либо вы пошли в магазин, магазин, который находится возле вашего дома. Ни где-то в соседнем городе, либо если вы находитесь в мегаполисе в другом районе. Почему ваш целенаправленно, ваш клиент находится у вас под носом. Это ваши ближайшие дома, это ваши супермаркеты, куда вы ходите. Возможно, вы мамочка сидите в декрете, так вот, вот, ваша вся клиентская база, это те коляски, с которыми вы гуляете. Это ваши первые клиенты. Поэтому научитесь найти контакт с людьми. Итак, пишем пункт. Найти клиента. Я не буду его очень много о нем говорить, потому что самое важное, и всегда здесь будет оно оставаться, это сарафанное радио. Если вы нарастили своей маме, нарастили своей подружке, вот пускай они дают о вас рекомендации. Либо возьмите инициативу в свои руки, и поделайте какие-то небольшие визиточки, и ходите рассказывать о том, что вы действительно попробовали освоить новую профессию. Дорогие мастера, мы нашли с вами клиента. Я вам помогла это сделать, надеюсь. И буду очень ждать ваших отзывов, если действительно это вам будет, мои рекомендации будут вам помогать. Они 100% будут помогать, потому что я работала так изначально самостоятельно. Я никогда не работала в салонах, я не воровала чужих клиентов, как иногда к этому приходят мастера. Я даже не имею понятия, как это делается. Потому что путь становления меня как мастера был абсолютно самостоятельным с моего первого шага. Поэтому есть еще один важный момент, когда мастер уже прошел эти все пункты, и появляется, возможно, какой-то провал в том, что вы не можете сохранить своего клиента. Для того, чтобы сохранить клиенты, это очень обширная и большая тема. Но я сейчас с вами хочу поделиться тем, что одним из залогов вашего красивого наращивания будет заключаться в том, чтобы выберите качественные материалы. Поверьте мне, если даже начинающий мастер немного хромает, чуть-чуть не доработал ресницы, либо немного у вас получилось не такое идеальное моделирование, как вам бы хотелось. Только качественные материалы помогут вам сделать вашу работу на уровень лучше. Поэтому выбирайте мою торговую марку. Все контакты вы можете увидеть у меня под видео. Обычно начинающие мастера после курсов иногда чувствуют себя как брошенным котенком. Вроде как вы получили информацию, но что-то не хватает, чего-то не хватает, где-то что-то недопоняли. Какие рекомендации могу дать вам я, если вдруг курсы вы прошли не у нас. Потому что каждый человек, он имеет право делать свой самостоятельный выбор. Но я вам могу рекомендовать. У нас есть стартовые наборы для начинающих мастеров, куда полностью входит все. Начиная от клея до всего-всего. То есть вы только садитесь и приступаете к работе. Стартовые наборы у нас есть абсолютно разные. Сейчас я вам предоставляю такой средний стартовый набор. Если вы хотите узнать больше информации, пишите, пожалуйста, под видео. Есть все наши контакты. Обращайтесь к менеджерам. Они вам порекомендуют. Давайте теперь еще одним пунктом сюда запишем. Это, чтобы вы не боялись, вам нужно сохранять клиента. Если вам будет интересно подобное видео, оставляйте, пожалуйста, под этим видео комментарий. И я обязательно расскажу, как это сделать. Потому что наши клиенты, они очень чувствительные. Действительно, это милые девушки, такие же, как и мы с вами. Они приходят для того, чтобы сделать для себя, навести красоту и уйти просто богиней. Что для этого необходимо сделать? Оставляйте свои комментарии под видео, а я вам расскажу потом еще более подробно. Если вы начинающий мастер и у вас есть определенные какие-то страхи, вы хотите попробовать либо проверить свой уровень знаний, потому что бывает такое, что вы вроде как бы работаете, но чего-то опасаетесь, и вы не развиваетесь дальше. У вас просто не получается, потому что вы боитесь. Я вам рекомендую посетить чемпионат, который я организовываю в Харькове 21, 22 и 23 мая, для того, чтобы вы смогли преодолеть барьер и стать еще лучше. Я два раза принимала самостоятельно участие в чемпионатах. У меня есть награждение призов судейских симпатий. Это очень меня вдохновило. И знаете, когда я пришла на чемпионат, мне казалось, что у меня не такая раскушенность кучка, что-то у меня где-то было не то. На самом деле, по оцениванию, я увидела в своих оценочных листах, что раскушенность кучка у меня была на высшем уровне. Из 10 баллов у меня было 10. Но были недоработки на сцепках. То есть, судьи нашли где-то сцепки. И я начала работать именно над теми моментами, которые у меня были в тот момент с дефектами. Поэтому, если вы придете, на чемпионат, который я организовываю, вы обязательно из этого возьмете для себя что-то полезное. Вы, во-первых, начнете. Вы положите новое начало своей работе. Это очень важно. Второе. Вы будете обязательно общаться с большим количеством коллег. И это будет для вас очень большим плюсом. Третье. Так как время на чемпионате ограничено, у вас будет обязательно возможность ускориться. И четвертое. Вы найдете для себя дружную семью. Потому что все малышмейкеры, я всегда призываю к тому, чтобы мы все объединялись, были вместе. Поверьте, так мы сможем достичь большего. В свое время я когда-то начинала самостоятельно. Возможно, вы помните мои первые видео, когда я просто открывала дома кушетку. И это что-то было для меня такое вау, я купила кушетку. Я сейчас не могу даже точно сказать, какое количество кушеток стоит у меня. Потому что на данный момент у меня есть три студии, у меня есть обучающий центр и линия материалов, которые я продаю. Также я занимаюсь выездными мастер-классами. Девчонки, я все начинала с самого начала самостоятельно, точно так же, как и вы. Поэтому я хочу вас вдохновить на то, что, поверьте, через три, ну, три, возможно, это много, может, для кому-то покажется мало, но через три года вы сможете добиться очень больших масштабов. И все, что вы пройдете у нас на чемпионате, вы сможете для себя сохранить свою копилочку, свой опыт и двигаться дальше. Поэтому последним пунктом, к чему я прозываю начинающих мастеров, это обязательно сходите на чемпионат. Для меня в свое время чемпионат дал очень большой толчок. Я стремилась к тому, чтобы тоже организовать его для вас. Поверьте, моя задача сделать его максимально прозрачным. Я очень хочу увидеть счастливые лица девочек, которые будут победителями. И я надеюсь, что это даст вам огромный толчок в вашей жизни. На этом мое видео подходит к концу. Но не забывайте, что у нас есть еще два видео дополнительных, которые выйдут. Это страх практикующего мастера и страх и неуверенность в своих возможностях. Также я рекомендую вам прийти к нам на семинары. У нас есть семинары 5 в 1, где вы сможете стать еще более профессиональным мастером. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч